Салют дорогие зрители и гости моего канала! Рад представить вам обзор на интеллектуальные режимы FIMI X8 mini. По многочисленным просьбам подписчиков, присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем! После выхода моего обзора на X8 mini многие зрители в комментариях просили сделать полноценное видео по умным режимам. Я изначально не хотел их обозревать, так как FIMI оставила те же самые режимы, которые были в старшей модели FIMI X8 SE. К слову, на канале уже есть полноценный обзор, ссылку на ролик я оставлю в описании и включу подсказку. Перед использованием интеллектуальных режимов настоятельно рекомендую изучить местность, так как дрон не оснащен парктрониками и в процессе выполнения миссии он может врезаться в препятствия. Вдобавок я категорически не рекомендую использовать эти режимы в городе на низкой высоте и подвергать опасности людей. Чтобы избежать неприятностей и краша, летайте крайне аккуратно и обдумывайте каждую миссию. Для максимальной объективности я пригласил своего друга и коллегу по цеху Виталия Алексеева, он же Алексеев БПЛА, из города Усмань. Он на примере X8 SE 2020 покажет функционал и поделится своим мнением о некоторых режимах. Итак, поехали! Режим Waypoint. Переходим в интеллектуальные режимы и тапаем по Waypoint. Следом откроется окно с тремя подрежимами. Режим Beeline подразумевает предполетную настройку миссии, то есть вы можете настроить все параметры, не взлетая в воздух. После указания всех точек можно будет запустить скрипт и дрон начнет выполнение заданной миссии. Пройдемся поподробнее по режиму InFlight. Тапаем по режиму и нас встречает ознакомительное уведомление. Дрон предупреждает, что максимальное отдаление при выполнении миссии не должно превышать 1000 метров. Скорость полета по умолчанию 9 метров в секунду. Качество стрима при выполнении миссии будет среднее. Скорее всего это вызвано нагрузкой на процессор дрона. Ставим галочку и тапаем ОК. Указываем первую точку. Следом откроется окно, где можно указать высоту полета, а также действия при подлете коптера до точки. Ничего не делать. Зависнуть на 10 секунд. Записать видео длительностью 10 секунд. Сделать одиночную или серийную фотосъемку. Тапаем по кнопке Modify и продолжаем ставить необходимое количество точек. Каждую точку можно кастомизировать на свое усмотрение. После расстановки точек нажимаем по стрелке в правом верхнем углу и переходим в финальную настройку. Как видите, суммарное расстояние между точками 566 метров. Время выполнения миссии 250 секунд. Ползунком можно настроить скорость полета к точкам. Приятное нововведение, которого не было в FIMI X8 SE, возможность записать в Hyperlapse посредством серийной фотосъемки или видео. Чуть ниже мы можем задать поведение камеры, оставить ее привязанной к оси коптера или сделать ее свободной. Чуть ниже можно указать действия при завершении миссии, зависнуть или вернуться на точку взлета. Нажимаем на кнопку Go и коптер приступит к выполнению миссии. От себя хочу добавить, что я никогда не пользовался именно этими режимами, но вполне возможно они пригодятся для картографов или для пользователей со специфическими задачами. Каждый полет записывается по ЗУ квадрокоптера и вы можете в любой момент запустить сценарий без повторной настройки. режим Smart Track. Это самый интересный режим. Аналогично в Waypoint он имеет три подрежима. Начнем с режима Trace. Поднимаемся на высоту более 4 метров и выделяем объект. После выделения тапаем по кнопке Go и дрон начнет следовать за объектом, находясь сзади. Вроде как следит. Естественно, когда я зайду за препятствием, он меня потеряет. Я так думаю, это однозначно будет. Вот она потеря. Выхожу и он меня уже не видит. Исходя из личного опыта с X8 SE, хочу сказать, что режим, несмотря на его недоработки, довольно неплох. Но нельзя не отметить минусы. Дрон часто теряет объект слежения, если объект сливается с окружающей средой или начинает быстрое движение. По давляющим большинстве случаев он работает отлично и не вызывает нареканий. Режим Profile. На мой взгляд, самый недоработанный и бесполезный режим. Вся суть режима сводится к тому, что дрон следует за объектом сбоку. Компания FIMI за три года так и не исправила недоработки. Работоспособным режим можно назвать лишь отчасти, так как объект слежения постоянно находится не в центральной части кадра, а с краю. Лично я не советую пользоваться этим режимом. Итак, вот он летит и следит за автомобилем. Скорость у меня 15 км в час. Так, тормозим. Оп, затормозили. Он как бы потерял, но как бы быстрее, побыстрее, побыстрее. Пытаюсь от него урулить. Урулить, урулить, урулить. Он все равно, я быстро назад еду. И он все равно, опа, торможу. Ну, в принципе, да, почти терял, но я очень быстро назад ехал. Сейчас попробуем быстро вперед, как бы. Км 20-30. Давайте попробуем от него удрать. Я удираю, удираю, удираю. Он теряет, теряет. И потерял. Все. Режим Lock. Это самый интересный и полезный режим. Выделяем объект слежения и нажимаем на кнопку Go. Далее появится ползунок, где мы можем указать, в какую сторону будет вращаться дрон. Данный режим с легкостью позволит вам делать потрясающий синематик пролеты. Лично я доволен данным режимом и всем советую его опробовать. Повторюсь, главное условие работы с данными режимами, объект должен выделяться от окружающего пространства. Если будут выполнены все условия, дрон отлично справится с поставленной задачей. Остановимся. Постоим. И смотрим. Да, он следит за мной. И также кружится. Прикольно. Очень прикольно. Работает, кстати, очень хорошо. Мне нравится. В принципе, что-то отснять интересное такое можно. Режим Orbit. Суть режима проста. Облет вокруг объекта. Подлетаем непосредственно к объекту. Для удобства опускаем камеру и фиксируем координаты, нажав на Setting Center. Затем отлетаем на необходимый радиус и нажимаем на Setting Radius. Откроется окно, где мы можем установить скорость, включить или отключить зацикленность в выполнении задания, а также настроить поведение камеры. Ставим значение в центр и нажимаем ОК. Далее нам доступен ползунок, где мы можем выставить скорость и направление по или против часовой стрелки. Лично меня данный режим полностью устраивает. Далее нам доступен. Режим Spiral. Данный режим отличается от предыдущего лишь тем, что коптер помимо облета вокруг объекта будет постепенно набирать высоту и отдаляться от него. Настройка аналогична. Подлетаем к объекту, фиксируем центр, отдаляемся на нужный радиус и нажимаем на Setting Radius. В открывшемся окне мы можем задать максимальную дистанцию, цикличность и скрип после завершения миссии, вернуться на точку взлета, либо зависнуть и ожидать дальнейших команд от пилота. Вдобавок мы можем выделить объект и коптер будет тречить его в процессе выполнения миссии. Трекинг работает также и в режиме Orbit. Работает он довольно примитивно, поэтому я рекомендую контролировать кадр исключительно колесиком наклона подвеса. Оба режима справляются со своей задачей более-менее хорошо и не вызывают нареканий. Всем советую опробовать оба режима. Cinematic Mod В данном режиме уменьшается скорость коптера и чувствительность стиков. Все движения становятся максимально инертными. Режим идеален для съемки кинематографических кадров. Tripod Mod В режиме штатива скорость полета ограничивается одним метром в секунду. Режим идеален для съемки таймлэпсов и гиперлэпсов. Чувствительность стиков минимальная, что позволит вам делать крутые облеты вокруг объектов. Режим SAR В документации к дрону данный режим именуется как спасательный. При его активации отображаются текущие координаты, плюс доступен цифровой зум. Абсолютно бесполезный режим и я категорически не советую пользоваться цифровым зумом. Добавок ко всему зум не плавный, в отличие от старшей модели. Апофеозом является тот факт, что если вы включите зум и выйдете из этого режима, зум не отключится. Придется заново заходить в SAR и отключить зум. SAR режим это у нас для спасательных мероприятий. Как видите наверху, вот у нас есть координаты. И за счет них можно, допустим, куда-то там полетел. Ну, в пример, возьмем вот эта вот елка. Это там где-то в лесу человек или еще где-то. Вот, то есть мы подлетаем к этой елке, смотрим на человека, запоминаем эти координаты, делаем скриншот, неважно, сообщаем МЧС или пожар, но не важно, что он бы не находился. И по этим координатам найдут это место. FIXIT WING Данный режим имитирует полет на самолете. Учтите, что если вы наберете скорость более 5 метров в секунду, дрон не сможет резко остановиться. Советую летать в данном режиме исключительно в открытых пространствах, в идеале вдали от города во избежание краша. Режим довольно интересен и понравится многим пользователям. Лично я доволен данным режимом. Вот таким образом он накреняется. То есть ты уже летаешь как туповой полет. Можно снимать вот такие кадры, будто бы ты на гонщике летаешь. Имейте в виду, бросайте стики, он все равно летит. По сути, вы дали вперед ему. Вот, я сейчас бросил пальцы, и вот он сам вот летит сейчас по прямой. Я дотрагиваюсь до левого стика и влево поворачиваю. И вот он в этот момент летит, вот я поворачиваю. То есть имейте в виду, если вы думаете, что он остановится, это будет ваша ошибка. Так и влетите куда-нибудь. Для новичков это в принципе, ну так скажем, очень опасно. Все же я как бы понимаю, куда его отклонить. А человек, который только-только буквально попробует, захочет этот режим, он начнет тупо паниковать и не понимать, что делать. Он не поймет, что надо сразу накрестить, чтобы он остановился. Он бросит стики, а он будет лететь, и он запаникует. И, соответственно, он либо улетит, либо просто врежется. Curse Lock. В простонародье безголовый режим. Вся суть режима в том, что при активации безголовья ничего сложного не происходит. Всего-навсего система координат дрона становится такой же, как и система координат пульта. В этом случае передняя часть пульта отвечает за носовую часть дрона. То есть при отклонении стика вперед на плату дрона придет команда. Движение по оси X. Теперь X это пульт. И беспилотник послушно отлетит назад. Абсолютно спорный режим. Несмотря на то, что режим предназначен для новичков, я категорически не рекомендую им пользоваться. Super Night Shot. Отдельно рассмотрим режим, который предназначен исключительно для ночной фотосъемки. Для начала сделаем снимок в простом режиме. Теперь HDR. Ну и, наконец, Super Night Shot. Резюмируя. Режим Night Shot абсолютно не оправдывает свое название. Наиболее полезный режим это HDR. На этом умные режимы заканчиваются. К сожалению или к счастью, Фимия вырезала два режима. Rocket и Invert. Скорее всего потому, что они не пользовались популярностью у пользователей. Что хочется сказать о режимах. Да, они худо-бедно функционируют. Но я советую вам набить руку и научиться снимать крутые кадры без использования режимов. Заранее прошу прощения за то, что упустил режим Tap to Fly. Ну а теперь я хочу продемонстрировать вам, как взлетать с этого коптера. Берем пульт, ставим его в такое положение. Нажимаем кнопку автовзлета. И аккуратно свайпаем направо. И мы взлетели. Обратите внимание, что коптер взлетает на 4 метра. Теперь, как мы будем его впускать? Опускаем дрон. Подкладываем руку. И ловим его. Повторяю еще раз. Запомните это положение рук. Благодарю вас за просмотр ролика. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо и до новых встреч, дорогие мои друзья. Субтитры сделал DimaTorzok